здравствуйте дорогие друзья с конца весны у меня накопилось довольно много фото и видео материалов и я решила сделать некий калаш из разных заметок наблюдений и впечатлений как за моими орхидеями так и за растениями в саду садовое растение я буду показывать без особенных комментариев но за некоторым исключением начну я как раз такого исключения которое явилось для меня очень приятным событием прошлым летом я показывал дикие орхидеи которые растут у меня буквально за забором в лесу это дактилоризы но до того времени сколько я не пыталась мне не удавалось приручить их все мои попытки пересадить их себе на участок заканчивались неудачей я предполагала и вероятно совершенно справедливо что все дело в том что у меня неподходящие условия для почвенных грибков симбионтов без которых эти орхидеи жить не могут но несколько человек не в комментариях написали что они пересадили к себе эти растения вполне успешно тогда я решилась сделать еще одну попытку и выбирая место куда бы на этот раз их пересадить я решила попробовать мою клумбу с листопадными рододендронами исходила я из тех соображений что рододендроны также как и орхидеи сотрудничают с грибной микрофлорой и кислый влажный дышащий субстрат который необходим рододендронам как раз и нужным для того чтобы поддерживать благоприятную среду для почвенных грибков соответственно и для орхидеи такие условия могут оказаться подходящими и выбрав лесу очень симпатичную цветущую картинку дактиларис я пересадил ее свой рододендрятник это был июнь 21 года надо заметить что вскоре мне пришлось заниматься другими совсем не такими приятными делами и внимание они до конца сезона от меня практически не получали даже вовремя поливать и их не могла кроме того вскоре после пересадки начала сильная жара и мне казалось что это попытка скорее всего окажется тоже неудачным и каково же было мое удивление когда в начале этого лета я обнаружила среди кустов рододендрона вполне жизнерадостный кустик знакомых пятнистых листьев какого-то нездешнего вида вот видно даже сухие прошлогодние цветоносы еще остались вскоре появились новые цветоносы и моя дружная семейка лесных орхидей вполне благополучно процвела как и положено в июне месяца в общем для меня это оказалось приятной неожиданностью и порадовал тот факт что мои резоны относительно места посадки на этот раз оказались верными место полутени под сосной на приподнятой клумбе среди кустов рододендронов им оказалось по душе в августе эта орхидея имеет уже в прямом смысле бледный вид пятнышки на листьях поблекли цветы давно уже пожухли но на следующий год очень надеюсь она снова порадует меня мои же домашние орхидеи почти все как обычно в начале летнего сезона переезжает вместе со мной на дачу мы перевозим их партиями как обычно первыми в конце апреля сюда отправляются цимбидиумы которые поначалу стоят в доме потому что в это время еще велика вероятность нешуточных заморозков а в этом году заморозки продолжались и почти весь май потом постепенно перекочевывают остальные мои питомцы только фаленопсисы в закрытых системах остаются дома там их пестует мой сын да собственно пестует это громко сказано просто опрыскивает их по листьям и субстрату регулярно и им этого вполне хватает запас влаги на дне сосуды летом есть там постоянно в начале лета парочку из них я пересадила вернее рассадила два растения которые жили у меня в одном контейнере такой прозрачной ладье какой-то момент одно растение стало в буквальном смысле наезжать на другое явно его угнетая и настала необходимость их расселить в начале лета продолжали цвести еще некоторые цимбидиумы вот такие вот красавцы и дебютировала котлея скиннери такие у нее замечательные сиреневые цветки не очень крупные но очень красивые а вот этот котлеяный гибрид морской бриз кажется называется тоже должен цвести нежно сиреневыми цветками однако пока упорствует и который год отращивает вот такие на редкость упитанные псевдобульбы и даже дразнит меня чехлами и не только чехлами на просвет последних его чехлах было видно зарождающийся бутон но увы все пока безрезультатно цветение еще нет в этом году как обычно довольно много пересадок часть орхидеи я наконец собралась пересадить в глину и в качестве субстрата я тестирую лиственничную мульчу которая фигурировала двух моих предыдущих роликах про дендр бериода год назад мы купили целый мешок этого материала зиму он провел на улице соответственно хорошенько проморозился и я уже в этом году использовала его при пересадке моих цимбов котлей и дендробиума кстати повторюсь для деток дендра он показал себя хорошо да и честно говоря составлять какие-то сложно сочиненной смеси у меня сейчас особого желания нет так как все-таки решающее значение при выращивании орхидеи мне представляется имеют другие факторы а именно уровень освещенности баланс влаги температурный режим но об этом я говорю почти в каждом видео в той или иной форме а субстрата достаточно быть просто приемлемым и мой опыт говорит что такие сложные субстратные смеси это скорее игрушки для архоманов чем реальная потребность растений но это примерно как нарядные распашонки для двухмесячного младенца создана больше для родителей чем для самого малыша вот эта часть моих лилейников пожалуйста не потайте их с лилиями это разные вещи мая я разделила три цимба зеленки живут уже у нового хозяина мои части этих цимбов тоже вполне живы здоровы вот планирую эту же операцию для других цимбидиумов правда у некоторых каким-то образом потерялись бирки мне сейчас придется с помощью дедуктивного метода вспоминать как то у меня цветет потому что про отделенки цимбидиумов у меня спрашивали и у меня есть кандидаты на деление среди них еще из того что я не показывала конце весны у меня цвела променея очень хорошее цветение было первый раз до этого она выдавала считанные 2-3 цветочка и росла в режиме шаг вперед два шага назад периодически роста у нее гнивали а все последствия того что я купил ее в довольно посредственном состоянии но сейчас вроде бы наконец положение удалось исправить трудно показывать ее цветочки они расположены такой бахромой вокруг куста и свисает вниз тоже пересадил его в начале лета а то кустик совсем съехал на бок мой зекапиталум и луизендорф после того как он отцвел тоже решил его пересадить этот слишком сильно рвался ввысь все больше напоминаю мне памятник гагарину я отделила старые бульбы которые представляли собой основание этого памятника верхнюю часть посадила а бульбы выбрасывать тоже не стала и и определила их в отдельный горшок вот сейчас концу лета проснулась почка в основании надеюсь из этого получится новое растение бульбы желтели солнце перебор случился надо притянуть половину лета доцветали у меня афеопедилумы и перле никак не могли успокоиться летом орхидеи традиции относительно и затишье смысле цветения зато они активно растут наращивая зеленую массу но тем не менее некоторые из них цветут и летом несколько котлей по своему обыкновению выпускают цветы пара дендров и линопсисов вот blue happiness на этот раз даже не отсушил ни одного бутона но зато отцвел быстрее чем обычно но жару все происходит быстро снова джейд совсем не крупного побега выпустил очень качественный цветонос много бутонов и такой толстый убитых стебель кстати меня спрашивали про дендров и линопсисы можно ли получить деленку к сожалению отличие от бериоды они кустятся неактивно ну то есть конечно бульбы отрастают но как-то медленно и немного по одной поэтому на мой взгляд тут особо делить нечего к сожалению также второе лето подряд цветет вот такой небольшой кисточкой цветов мой единственный дендр типа нобеля такой бледно-желтый красавец зимой его цветение намного активнее не считается имидиумов почти все мои другие орхидеи живут в доме но при открытых окнах особенно жару исключение составляются логина крестата которая в этом году у меня проживает под весном кашпо под кленом и дендр афилум который висит с северной стороны на сосне но все равно солнце там очень много только в самое жаркое время он перетенен одна из его деток прикручена у меня на пробковый блок но не отделена от материнского растения вот так это сооружение существует основное растение которое я кстати так не пересаживала после получения в марте двадцать первого года и вот этот аппендикс который сбросил листья что в общем-то в его природе недаром называются безлистные переводе на русский но зато подо мхом есть растущие корешки поливать его приходится два раза в день если нет дождя а дождей в этом году было немного иначе пересыхает все очень быстро новых бульб при таком уходит наросло много вот такой загар у них весной он опять процил это цветение тоже еще не демонстрировала по-моему вот такое облачко нежнейших бледно розовых цветочков с такой ворсистый как будто велюровый губой сливочного оттенка и крестата тоже нуждается в непрерывном увлажнении особенно летом вот сколько у нее новых побегов за лето наросло тела на у меня всего один раз весной 21 года одним цветоносом и мне сдается что все таки она не очень любит пересадку и довольно долго может тормозить цветением после этого но зато растет летом активно очень надеюсь на ее цветение в этом сезоне и еще одна радость единственный из моих цимбидиумов цветов которого я ни разу не видела хотя живет он у меня уже пять лет и даже не знаю как он должен цвести вдруг концу лета выдал наконец цветонос это цимбь который я получила в подарок в виде одной голой большой псевдобульбы которая приехала из вьетнама после посадки в грунт он вполне бодро тронулся в рост увеличивая с каждой новой отросшей бульбой их размер вот ни разу не цвел пока сколько его не терзала перепадами температур и другими стрессами видно какой у него боевой вид ну и вот свершилась теперь основная задача моя сохранить цветонос уже скоро моим орхидеям придется переезжать обратно будем надеяться что все обойдется концу лета по своему обыкновению показывают первые цветоносы и орхидеи бросовольные группы которые цветут на недозрелых ростах это бросовола на дозой знаменитый гибрид золотой павлин который цветет 2-3 раза в год довольно долго но в сентябре после периода активного роста особенно пышно вот это его цветение год назад думаю не за горами тот час когда можно будет его делить пуст уже разросся прилично вот нашла съемки какой он ко мне пришел года три или четыре назад по моему и вот какой он сейчас но грядущее цветение я конечно покажу еще одна котлейная любимица лелия паркурата третий год цветет летом но в этом году она выдала всего один цветок на маленькой бульбе сначала она у меня росла в одну сторону такой традиционной восходящей лесенкой с каждым разом увеличивая размер новой бульбы соответственно и цвела последний максимальный по размеру но в какой-то момент она вдруг стала расти сразу в нескольких направлениях и вот пока на своем основном направлении роста она только наливает свежую бульбу на одном из второстепенных ростов она решила порадовать меня вот этим одиночным цветочком но еще процвела парочка гибридных котлей которые любят свести в летний период хотя значительно скромнее чем они делают это зимой кстати вот этой котле зимой лепестки белоснежные а этим летом она выдала вдруг цветы с розовыми лепестками окраска конечно очень от условий зависит в частности от температуры и освещения еще одна котлеет это многим известный гибрид wedding song венчальная песнь частенько цветет в конце лета начале осени в этом году осенью будет похоже она когда-то была посажена в такую вот корзинку проросла сквозь отверстие и тут уже скорее всего буду отделять вот этот вырост пересаживать ее давно пора вынуть его уже нереально безболезненно значит будем проводить операцию еще как обычно двумя цветоносами зацветает малышка хавиара весной она переселилась вот такой живописный пробковый домик а внутри все та же лиственничная мульча вот пока первые цвета нас распускает и напоследок покажу кто нас встречал когда мы приехали с дачи это чудо природы совершенно не характерно для наших мест и я думала что мой ребенок пошутил или что-то напутал когда прибежал ко мне с воплями мама там богомол откуда он здесь взялся загадка но факт остается фактом действительно богомол как сказала моя соседка ну вот до богомолов дожили это был последний день лета в этом году ровно 1 сентября произошла очень резкая смена жары на холод началась осень у ребенка школа и мои орхидеи вместе с нами возвращаются я перевожу их с дачи в обратном порядке первыми уезжают башмачки потом котлеи анцидиумные последними поедут цимбидиумы на сегодня пока все друзья всего доброго до новых интересных встреч удачи Продолжение следует... 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 Продолжение следует...